Прежде чем начнется следующий сюжет, я хочу сказать несколько слов. Во-первых, мы все время пытаемся что-то придумывать, что-то генерировать, и мы с коллегами решили попробовать такую новую для нас тему, это тема вебинаров. Ну, зима достаточно такое скучное время, и, наверное, было бы неплохо посвятить ее учебе. Соответственно, нам было бы очень интересно, насколько это будет интересно для вас, в планах запустить полноценный курс по плодово-ягодным, который будет вести моя коллега Татьяна Белякова, и, соответственно, так называемый курс декоративная дендрология или занимательная дендрология, как я ее называю, который, в принципе, буду вести я. И один и второй курс рассчитан на 30 часов. Если мало ли это будет интересно, то мы, наверное, запустим этот проект. Ну, хотелось бы посоветоваться с вами. Это первый момент. И второй момент. У меня большая просьба. У нас такой маленький, небольшой творческий кризис, и я вас очень прошу под этим видео, ну, помимо комментариев о самом видео, написать те темы, которые... о которых вы хотели бы услышать. И мало ли есть какое-то растение, или есть какие-то аспекты и темы, вот, обязательно пишите под этим роликом. Если мы в состоянии ответить и осветить этот вопрос, мы обязательно снимем сюжет. Мы продолжаем рубрику «Садовые герои». История этого участка очень интересна. Я впервые здесь была 10 лет назад. Здесь только все начиналось. У меня смутное представление, но насколько я помню, я считала, что все еще у хозяев этого участка впереди. Единственное, что тогда поразило, это упорство и уверенность в том, что они хотят. То есть люди уже изначально знали, как у них будет построен сад. Это достаточно редкий случай, потому что обычно на участок меня вызывают для того, чтобы что-то подсказать. А здесь позвали для того, чтобы удостовериться в своей правильности. Это действительно уникальный случай. И вот 10 лет спустя мы приехали посмотреть, что получилось. И получилось очень здорово, потому что этот участок разделен на зоны. Когда вы заходите, у вас создается впечатление, что это маленький участок, буквально 5-6 соток. Но чем больше вы по нему гуляете, тем больше укромных и интересных мест здесь находится. Я не буду говорить о том, что все растения здесь в потрясающем состоянии. Но сама себе стилистика, насколько неожиданная, и ты никогда не знаешь, что будет за углом, вот это действительно поражает. Я очень надеюсь, что у нас получилось снять этот участок. И вы вместе с нами загляните в самые укромные места. Места. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Субтитры Алексею Дубровскому!